Девушки отдыхают И жили в достатке У всех были крепкие, хорошие дома Теплая одежда зимой И много всякой еды И так все шло Пока не пришла в деревню старуха Клути И не поселилась в маленьком домике С покосившейся трубой Женщины этой деревни были работящие и приветливые Они сами пекли хлеб и булки Шили и вязали и запасались провизией на зиму И так все шло Пока не пришла в деревню старуха Клути И не поселилась в маленький домик с покосившейся трубой Дети этой деревни Что о них скажешь? Были, как все дети на земле Большие и маленькие Иногда послушные Иногда несносные Но все они были счастливы Потому что родители их жалели Кормили, поили и зря не бронили Любили мальчишки и девчонки бегать на зеленом выгоне Громко кричать и весело смеяться И так все шло, пока не пришла в деревню старуха Клути И не поселилась в маленьком домике с покосившейся трубой Как-то вечером сидела дочь пастуха, добрая Джанет, у горящего очага И пряла в свете огня свою пряжу Тут в комнату вошла матушка и тяжело вздохнула На полках в кладовке хоть шаром покати В недобрый час пришла к нам в деревню старуха Клути Никто не виноват, что мы только через неделю узнали о ней А как только узнали, то час понесли гостинцы в маленький домик С покосившейся трубой на краю поля голодоврана Я и тогда жаворонков напекла А вкуснее моих жаворонков нет во всем Нортумберлинге Миссис Марджери отнесла кувшин с медовухой А соседка напротив, миссис Агнес, вязанку дров И вот, пожалуйста, что получилось Взглянула на мать добрая Джанет и печально вздохнула Кто в деревне не знает, что из этого получилось Взяла старуха Клути гостинцы и велела соседкам каждую неделю носить Пусть кто-нибудь попробует, не принесет Куры перестанут нестись Коровы доиться На скотину мор нападает У тех же, кто не уважил старуху, не принес гостинцы Масло не стало сбиваться Мужья приходили с работы, сломотой во всем теле Дети грубили и дрались А ночью плакали и не давали спать То у них зуб заноет, то ухо стрельнет Слишком поздно поняла деревня Что Клути не простая старуха А злая, вздорная ведьма Чего только не носили ей хозяйки Чтобы утихомирить ее нрав И ведь знали Раз в неделю старуха Клути ходит на ярмарку Продает там яйца, молоко и масло Шерсть и полотно Все, что они ей надавали Отрывает себя и своих детей И получает взамен Кругленькие блестящие гинеи Которые кладет в сумку под фартуком А вернувшись Прячет где-то в своем домике С покосившейся трубой В недобрый час Пришла к нам в деревню старуха Клути Повторила жена пастуха Сколько мы всего ей носим Скоро вся деревня по миру пойдет В каждом доме больной И дети не едят досыта Не плачь, матушка Говорит добрая Джанет Вот увидишь Старуха Клути еще пожалеет Что причинила людям столько зла А на другой день, как раз в субботу Старуха Клути сама пожаловала в деревню Лицо темнее тучи Брови насуплены Увидели ее хозяйки Попрятались по домам Заперли двери Затворили окна Не смейте прятаться Слушайте, зачем я к вам пришла Трудно мне стало одной управляться В маленьком домике с покосившейся трубой В мои годы и на покой пора Ищу я служанку печь топить Обед варить, дом убирать Пыль вытирать, мести и скрести Чтобы в сковородке я могла смотреться Как в зеркало Услыхали это хозяйки И задрожали от страха Хоть и были они теперь бедные Кому же охота отдавать дочь В услужение к ведьме Как раз в это время Шел по улице лудильщик Слышал он, что Старуха Клути Ходит каждую неделю на ярмарку И возвращается домой С золотыми гниями Возьми мою дочку Просит умную Кейт Она и здоровая, и обиходная, и работящая Лучше ее никто во всем Нордберлине Сковородки не чистит Пошли ее завтра ко мне Говорит Старуха Клути Есть будет со мной за столом Спать под столом А если будет стараться Заплачу ей через семь лет И один день Одну блестящую золотую гинею Старуха поковыляла домой А лудильщик пошел своей дорогой Довольно потирая руки Собрались хозяйки Судачат Что из этого выйдет Лудильщик, всем известно Самый прожженный плут во всем Нордберлине А умная Кейт подстать папеньке Большая охотница до чужого добра Где что плохо лежит, живо стащит На утро На утро отправилась умная Кейт к старухе Клути Вымыла лицо и руки в ручье у мельницы Причесала волосы гребешком, который смахнула чужого подоконника Нарядилась в красное платье Прихваченное мимоходом чужой веревки Да еще зеленую кофту поверх платья напялила Дочь кузнеца играла в джек-прыгни через реку Стало ей жарко Бросила на кофту на куст Тут мимо шла Кейт Ну и поминай кофту, как звали Пришла умная Кейт в домик старухи Вышел на крыльцо кот Чернулин И давай тереться вокруг ее ног Умная Кейт говорит Плесни, пожалуйста, молочка в мое белое блюдечко И замурлыкал от удовольствия Сам наливай Ответила коту умная Кейт Не нанялась я котам прислуживать Пнула его ногой и постучала в дверь Поглядел на нее кот и перестал мурлыкать Открыла дверь старуха Клути Посмотрела на умную Кейт И осталась довольна Сильная, здоровая Со всякой работой справится Входи, сказала старуха Будешь печи топить Обед варить Дом убирать Пыль вытирать Мести и скрести Чтобы в сковородке я могла смотреться Как в зеркало Это я могу Ответила умная Кейт Вошла в дом Взяла метлу Давай подметать А кот Чернулин на стуле сидит На нее глядит и не мурлыкает Только смотри Говорит старуха Клути Не вздумай сунуть метлу в печную трубу Ага Вот она, где золотые генеи держит Сообразила Кейт А сама головой кивнула И дальше метет Весь день Кейт чистила, мела и скребла Увидела старуха Клути вечером Своё отражение в начищенных сковородках Похвалила служанку И поковыляла наверх спать Пойду и я спать Подумала Кейт Свернулась калачиком под стол И заснула А утром проснулась первыми петухами Взяла метлу И давай шуровать в печной трубе Упал оттуда кожаный мешок Набитый блестящими золотыми генеями Обрадовалась умная Кейт Взяла мешок Не забыла прихватить зелёную кофту И вон из дома Пока старуха Клути спит Бежит умная Кейт по полю Гладоврану Видит в конце поля калитка Милая девушка, говорит калитка Отвори меня Сколько лет меня никто не отворял Тряхнула Кейт чёрными волосами И замотала головой Сама отворишься, отвечает Мне некогда Оперлась рукой о перекладину Перескочила легко через забор И побежала дальше Бежит, бежит На зелёном лугу В жёлтых лютиках Корова пасётся Милая девушка, говорит корова Подай меня Сколько лет меня никто не доил Тряхнула Кейт чёрными волосами И замотала головой Сама даись, отвечает Мне некогда И побежала дальше Видит мельница на берегу Красивой реки Тайн А по ней три неспешные утки плавают Да на дно за жирными червяками ныряют Милая девушка, говорит мельница Поверни моё колесо Сколько лет его никто не вертел Тряхнула Кейт чёрными волосами И замотала головой Пусть само вертится, отвечает Мне некогда А дело в том, что умная Кейт С каждой минутой всё больше злилась Бежала она быстро Запыхалась Мешок с гинеями тяжеленный Да и спать хочется Ведь встала-то она с позаранку Не всё же одной мне мучиться Сказала она себе Кто нашёл золотые гинеи? Я Кто эту тяжесть так долго тащил? Опять я Так пусть дальше отец тащит И спрятала мешок в жёлоб По которому зерно сыплется На мельничные жернова Потом побежала к отцу И рассказала Какая она умная Проснулась старуха Клути С третьими петухами Спустилась вниз Пол неметен Очаг холодный А на полу Сажа целая горка Поняла она Что умная Кейт Лазила метлой в трубу И нашла мешок с гинеями Ты у меня за это Ты у меня за это поплатишься Сказала ведьма И похромала в погоню Миновало поле Гладовран Подошла к калитке И спрашивает Калитка, калитка Не видала ли ты Мою служанку-поганку? В руках у неё кожаный мешок А в мешке Все мои золотые гинеи Иди дальше Отвечает калитка Ковыляет старуха Ковыляет старуха по зелёному лугу В жёлтых лютиках Видит Корова пасётся Корова-корова Спрашивает старуха Не видала ли Мою служанку-поганку? В руках у неё Кожаный мешок А в мешке Все мои золотые гинеи Иди дальше Отвечает корова Дошла старуха До мельницы На берегу Красивой реки Тайн Где три неспешные Утки плавают Да на дно За жирными червяками Ныряют Мельница-мельница Говорит старуха Не видала ли Мою служанку-поганку? В руках у неё Кожаный мешок А в нём Все мои золотые гинеи Загляни ко мне в жёлоб Сунула старуха Руку в жёлоб И нашла мешок С блестящими Золотыми гинеями Взяла старуха мешок Похромала домой И спрятала его опять В покосившуюся печную трубу Вернулась Кейт с отцом К мельнице Глянула в жёлоб А мешка-то и нет Поняла Кейт Что старуха Клути Уже побывала здесь Испугались они с отцом С ведьмами шутки плохи Собрали свои пожитки Перешли мост Через красивую реку Тайн И с той поры О них в Нордберлинде Ни слуху, ни духу В субботу Старуха Клути Опять приковыляла в деревню Не запирайте окна и двери Кричит Мне нужна честная служанка Печи топить Обед варить Дом убирать Пыль подметать Мести и скрести Чтобы я могла смотреться В сковородке Как в зеркало На этот раз Не было плута лудильщика Который так охотно Послал дочь В услужение к ведьме Потемнело лицо Злой старухе Уже готова Было сорваться Проклятие Но тут Заговорила Добрая Джанет Возьми меня в служанке Сказала она кротко Я согласна работать Семь лет и один день За одну золотую гинею Обещай только Отпускать меня По воскресеньям домой Кивнула старуха Клути И похромала домой Добрая Джанет Тут же за ней отправилась Подошли они к двери Вышел на крыльцо Кот Чернулин Потерся вокруг ног Девушки И говорит Добрая Джанет Плесни молочка В мое белое блюдечко И замурлыкал От удовольствия Охотно плесну Ответила Джанет И плеснула ему молочка Только смотри Сказала старуха Новой служанке Не смей лазить метлой В печную трубу Ни в коем случае А кот в это время Так громко замурчал Что добрая Джанет Не разобрала Последних слов Послышалось ей Что старуха Клути Как раз велит Почистить метлой Печную трубу Улыбнулась она Кивнула И стала пол подметать Утром проснулась Добрая Джанет С первыми петухами Сегодня я пойду домой К отцу с матушкой Радостно подумала она Вот только надо Сперва трубу почистить Взяла она метлу И сунула в трубу Как можно дальше Ну и конечно Выпал на пол Кожаный мешок Полный блестящий киней Посмотрела на золото Добрый Джанет И вспомнила Что стало с ее деревней Дома нетоплены Дети сидят голодные И все из-за этой Ненасытной ведьмы Пойду домой Спрошу отца с матушкой Что делать с золотыми гинеями Решила она Взяла мешок И побежала через поле калитки Милая девушка Сказала ей калитка Отвори меня Сколько лет меня никто не отворял Охотно отворю Ответила добрая Джанет Открыла калитку И побежала дальше Видит на зеленом лугу В желтых лютиках Корова пасется И просит Милая девушка Подай меня Сколько лет меня никто не доил Охотно подаю Говорит добрая Джанет Присела Подоила корову И побежала дальше Видит на берегу Красивой реки Мельница стоит Милая девушка Поверни мое колесо Сколько лет его никто не вертел Охотно поверну Сказала добрая Джанет Повернула колесо И побежала скорее домой А старуха Клути Проснулась в то утро С третьими петухами Спустилась вниз Видит в очаге на полу Опять горка сажи Поняла старуха Что лазила Джанет С метлой в трубу И нашла деньги Ты у меня за это поплатишься Сказала старуха И поковыляла в поле Калитка, калитка Не видела ли мою служанку Паганку В руках у нее кожаный мешок А в мешке все мои золотые гинеи Ничего не ответила калитка Ведь Джанет Отворила ее И корова ничего не сказала Ведь Джанет Подоила ее И мельница промолчала Ведь добрая Джанет Повернула мельничное колесо И этим Кончилась колдовская сила Старуха Клути И превратилась она Из злой ведьмы В беспомощную старушонку Которая никому не нужна И которую никто не любил Но так уж случилось Что судьба ее оказала Счастливее Чем она того заслуживала Добрая Джанет С отцом и матерью Разделили поровну Золотые гинеи Между всеми жителями деревни Ведь по справедливости Это были их деньги А узнав Что Клути больше не ведьма А бедная одинокая старуха Дали ей немного гиней Из кожаного мешка Добрая Джанет Приносила ей иногда гостинцы Яйца, масло, молоко И вкусные жаворонки Которые пекла ее мать Так что остаток дней Старая Клути Прожила мирно Не зная нужды Вместе со своим черным котом В маленьком домике Над которым и по сей день Торчит покосившаяся труба Во времена давно прошедшие Была одна злая призлая женщина У нее жили две девушки Одна родная дочь Другая падчерица Падчерицу звали Гульбика Мачеха заставляла Гульбику Работать день и ночь Прясть нитки, теребить шерсть Стирать белье Сколько бы Гульбика не работала Она не могла угодить мачехе Однажды ей не понравились нитки Которая спряла Гульбика Мачеха рассердилась И выбросила клубок Гульбика горько заплакала И стала искать клубок Долго она искала Но нигде его не было И она пошла его искать на дороге У всех встречных она спрашивала Укатился мой кругленький клубочек Не видали ли вы его? Вон в ту сторону Какой-то клубок катится Твой, наверное, и был Отвечали ей люди Девушка пошла дальше И вот она повстречалась с пастухом Который пас коров Укатился мой кругленький клубочек Не видал ли ты его? Спросила она у пастуха Видал, дочка Недавно покатился вон туда Наверное, твой и был Ответил пастух Гульбика пошла дальше И повстречалась с пастухом Который пас коней Расспросила она его Дал он такой же ответ Как и прежние Горько плача и причитая Шла дальше Гульбика Кругленький мой клубочек Куда же ты делся? Скоро ли я найду тебя? Если не найду, как же я вернусь домой? Мачеха моя будет ругать и бить меня Шла и шла Гульбика А клубочка всё не было Она шла по степи Затем по берегу реки Прошла через страшные овраги и леса Наконец настал вечер Стало темно Никого не было кругом Только страшный вой зверей Был слышен в лесу Вдруг Гульбика увидела впереди огонёк Он чуть мерцал вдали Девушке, пока она шла на этот огонёк Пришлось ещё пройти через глубокие овраги И густые заросли Приблизилась она к огоньку И увидала маленькую избушку Заглянула в окошко А там сидит старуха И придёт шерсть Девушка робко вошла в избу Здравствуйте, бабушка Поздоровалась она со старухой Здравствуй, дочка Зачем ты сюда пришла? Спросила старуха У меня, бабушка Укатился Кругленький клубочек Пошла я его искать Изобрела вот сюда Если я не найду клубка То мачеха не впустит меня в дом Ответила девушка Ладно, доченька Не тужи понапрасну Утешила её старуха Поживи у меня несколько дней А там и домой А что я у тебя буду делать? Спросила старуха Поухаживаешь за мной За старым человеком Будешь варить мне обед? Ответила старуха Ладно, бабушка Согласилась девушка И осталось жить у старухи На утро старуха сказала ей Доченька В амбаре есть пшено Ты потолоки его в муку И затейка на завтра блины А как затеять, бабушка? Спросила девушка Как затеешь, так и ладно Налей воды Всыпь муки и взболтай Сказала старуха Девушка истолкла пшено Мелко-мелко Затеяла тесто Очень хорошо Бабушка, а как испечь блины? Спросила девушка Как испечешь, так и ладно Пусть подгорают, да коробятся Пусть коробятся, да подгорают Ответила старуха Гульбика испекла пышные блины Намазала их маслом И угостила старуху На другой день старуха Сказала девушке Доченька, я хочу помыться Надо бы баньку истопить А как ее истопить, бабушка? Спросила девушка Как истопишь, так и ладно Наложи в печку дров, да подожги Ответила старуха Девушка хорошенько истопила баню И вовремя закрыла трубу Бабушка, баня готова Как тебя довезти туда? Спросила девушка Держи за руку, да толкай в шею Ответила старуха Девушка осторожно подняла старуху с места Взяла под руку Тихо и осторожно довела до бани А как тебя попарить, бабушка? Спросила Гульбика Колоти, да колоти меня ручкой веника Ответила старуха Гульбика попарила ее не ручкой веника А его душистыми листьями Хорошенько вымала ее И отвела в избу Ну, дочка, уж как-нибудь напои меня чаем А потом пойдешь домой Сказала старуха Гульбика накормила ее досыто И напоила сладким чаем Ну, бабушка, я теперь пойду домой Сказала девушка после этого Ладно, доченька, иди Только прежде поднимись на чердак Там есть один зеленый сундучок Ты возьми его себе и не открывай Пока не войдешь к себе в дом Сказала старуха Девушка распрощалась с нею Взяла сундучок И, радуясь подарку, пошла домой Когда она стала подходить ко двору Из подворотни выбежала их Маленькая собачонка и затявкала Тяв, тяв, тяв Тетенька шла умирать А назад идет живой и богатый Гульбика удивилась словам собачонки И крикнула Уходи прочь, не говори так А сама приласкала ее Собачонка не послушалась И продолжала тявкать Тяв, тяв, тяв Тетенька шла умирать А назад идет живой и богатый Мачеха услышала тявканье собаки И увидела, что падчерица вернулась домой От зависти и злости она чуть не лопнула Гульбика вошла в дом Открыла сундучок И глазам своим не поверила Весь он был полон золота и серебра Увидела это мачеха и решила Пусть и моя дочка разбогатеет так же Как и Гульбика Мать взяла клубок своей дочери И выбросила его за дверь Клубок укатился Ее дочь стала искать свой клубок Но не нашла Тогда она, хоть и боязная ей была Вышла в поле и пошла по дороге Так же, как и падчерицы Попадались навстречу пастухи И она у каждого спрашивала Укатился мой кругленький клубочек Не видали ли вы его? Ей отвечали Видели, видели Вон в ту сторону он катился Шла девушка, шла И дошла до той же старухи И девушка так же осталась у нее жить Как-то старуха сказала ей Доченька, ты бы мне блинов испекла А как их бабушка испечь? Спросила девушка Как испечешь, так и ладно Пусть подгорают и коробятся Пусть коробятся, да подгорают Сказала старуха Девушка так и испекла Блины все подгорели и покоробились На другой день старуха попросила Доченька, я хочу помыться Надо бы баню истопить А как ее истопить? Спросила девушка Как истопишь, так и ладно Наложи в печку соломы, да подожги А как она вся сгорит Подбавь еще Сказала старуха Девушка затопила баню соломой А не дровами Не дождавшись того, когда уйдет дым и угар Она закрыла ее Затем она вошла в избу Чтобы повезти старуху в баню И сказала Бабушка, баня готова Как тебя туда повезти? Да уж, ладно Возьми меня за руку Да толкни в шею Сказала старуха Девушка так и сделала Бабушка, как тебя попарить? Спросила она в бане Как попаришь, так и ладно Возьми, да поколоти мне спину Ручкой веника Сказала старуха Девушка так и сделала Потом она как вела в баню Так и домой повела старуху Она держала ее за руку И толкала в шею Когда они вернулись домой Старуха сказала Я, доченька, после бани пить захотела Так уж, напои меня чаем А потом пойдешь домой Девушка кое-как напоила старуху чаем После этого она сказала Бабушка, не пора ли уж мне домой пойти? Иди, доченька, только не с пустыми руками На чердаке есть один желтый сундучок Ты возьми его себе Только не открывай его Пока не войдешь к себе в дом Сказала старуха Девушка взяла желтый сундучок И пошла домой Когда она стала подходить ко двору Собачонка увидела ее Выбежала из подворотни И затявкала Тяв, тяв, тяв Тетенька шла, чтобы разбогатеть А идет ни с чем Мачеха услышала тявканье собаки Очень рассердилась на нее И даже поколотила Девушка вошла в дом Сломала замок на своем сундучке И открыла его И что же они увидели? Весь он был полон змеями да лягушками Змеи с шипением Выползли из сундучка И стали их жалить Мачеха стала кричать Но никто на помощь не являлся Собачонка не только не забыла обиды За полученные побои А еще и злорадствовала И приговаривала Ты меня поколотила? Гульбику обижала? Гульбику обижала Так пусть тебя змеи жалят Она стала защищать только Гульбику Которая пожалела и приласкала ее Когда ее колотила мачеха Собачонка всех змей, которые подползали к падчерице Хватала и разрывала на части Мачеха и дочь ее умерли от змеиного яда А Гульбика с собачонкой остались живы И навсегда забыли о мачехе Собачонка 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...